Много вопросов, но мало ответов. Региональный штаб Общероссийского народного фронта раскритиковал работу в регионе по национальному проекту «Жилье и городская среда». Даже несмотря на то, что Ульяновская область занимает второе место в ПФО по воду жилья из расчета на тысячи человек населения. Честно говоря, хотелось бы узнать первое, какова же конечная цель этого проекта? Что должно быть было сделано в нашем субъекте? Какие существуют проблемы у нас? Как они решаются? И что будет сделано? Вопросы накопились и по части выдачи жилища дядям-сиротам. В качестве примера провели жилой квартал в Сенглеевском районе, где дом для детей-сирот построили, а в вопросах его содержания, кажется, забыли. В квартирах 21 века – электрическое отопление. Не федеральных программ таких, чтобы контролировали и средств, которых нет, но поэтому приходится нам в рамках региона эту проблему решать и все-таки, может быть, опыт положительный принять у других регионов в виде жилищных сертификатов, какие-то стандарты, качества. Александр Смекалин позицию общественности разделяет и предлагает контролировать вопрос пригодности жилья в реальных условиях еще на этапе проектировки. Председатель правительства, пользуясь случаем, напомнил участников встречи об ответственности за реализацию нацпроектов. Любая халатность может обернуться как штрафом, так и лишением всех полномочий. В 2009 году в области реализовывалось 47 региональных проектов в составе 10 национальных проектов. С 2020 года мы включились в реализацию еще одного национального проекта – это производительность труда. Куратором данного проекта является Тюрин Андрей Сергеевич. В рамках национального проекта ОНФ реализует программу «Профстажировка 2.0», которая помогает студентам еще на этапе обучения в вузах найти работодателя. Это программа размещения кейсов на площадке ОНФ и на площадке «Профстажировки 2.0», где различные предприятия размещают задания для студентов. Студент, зайдя на этот сайт, выбирает себе будущую работу. Это либо дипломная, либо курсовая работа, которую он ее реализует непосредственно для конкретного работодателя. Итоги конкурса подводят два раза в год, а победители получают приглашение на практики и стажировки. Напомним, усилить контроль над реализацией нацпроектов Сергей Морозов лично просил помочь общественную организацию в январе этого года. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ. Новости Уллправды ТВ